здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня речь пойдет о выращивании петуни и самый главный вопрос который вызывает многочисленные споры среди садоводов и цветоводов это сроки посева петуни я показывала ранний посев это вот у меня вот эта часть с желтыми этикеточками это петунии которые были посеяны очень рано мне говорили что это совсем рано но я брала их именно на маточники это был первый посев петунии 17 ноября сегодня 26 февраля то есть этой петунии получается 3 месяца и 10 дней но 10 дней мы берем на всходы то есть с момента всходов три месяца я считаю что вот такая рассада это самое то что уже можно высаживать в кашпо они такие чахленькие какие-то росточки я ее уже прищипывала я с нее уже брала черенки сейчас она подтянулась и я снова буду брать с нее черенки черенки я покажу и покажу чем я подкармливаю вот так на сегодняшний день выглядят черенки какие-то уже пошли в рост какие-то еще укореняются но тем не менее черенкование проходит нормально здесь корней не видно где-то я уже видела и корешки те что потолще здесь вот сверху видно корешочек надо еще учитывать условия черенкования где потеплее там укоренение проходит быстрее здесь уже видно корешочки то есть через неделю они уже будут самостоятельными их можно будет приучать к свежему воздуху с жестяными вот этими бирочками это второй посев а второй посев был сделан 16 декабря но растения развиваются по-разному вот эти огромные эта серия тайфун они так это от биотехники вот это под цифрой 7 это адель от партнера то есть она не очень большая но она хорошо кустится вот такой кустик вполне можно уже высаживать в кашпо и он быстро зацветет некоторые здесь вот уже цвет цветоносы набивают их выщипываю старательно чтобы она не цвела мне сейчас цвет совсем не нужен мне нужны черенки вот эта серия это серия каскадная петуния сурфиния от садов россии они тоже развиваются достаточно быстро из них я тоже уже брала черенки прошлом сезоне я их выращивала они не слишком крупные цветы но их очень много и она очень стойкая вот эта часть это от были семена у меня агро успех они вот меня не особо так порадовали но вот это вот синяя пошла нормально супер каскадная а красное и белое не очень то есть это еще зависит не только от сроков посева но и от самих от производителей и от сорта поэтому те сорта которые плетистые их нужно сеять пораньше чтобы кустик успел нарасти кустовые крупноцветковые можно сеять попозже но и опять-таки сроки посева зависит от того что вы хотите получить вот такой допустим посеянный в середине декабря его можно уже сейчас высаживать в кашпо и наслаждаться цветением но я села именно на маточники а вот если посеять сегодня спрашивают вот этот третий посев это серия водопаде от фирмы аэлита и им уже практически 30 дней посев 21 января сегодня 26 февраля ровно 30 дней и вот такие вот малюсички еще до сих пор хотя у них такие же условия у них подсветка они сейчас пока еще на круглосуточной подсветки но тем не менее вот месяц растениям видно что они совсем крошечные вот эти растения через три месяца как раз они будут такие которые ну вот такого же примерно формата которые можно высадить это уже для посадки именно в кашпо но поскольку они плетистые у них плети достигают 70 80 сантиметров чтобы успел кустик распушиться я их тоже посеяла пораньше кстати не все сорта вот почему-то взошли но не суть поэтому если вы хотите получить вот уже полноценный такой хороший кустик то нужно сеять два с половиной три месяца до высадки в кашпо и я считаю что сейчас вот самый уже крайний крайний срок для посева петунии я недавно приобрела вот такие крупноцветковые это кустовые петунии их посеять не поздно 7 различных сортов расцветок это вот от биотехники их я буду сеять сегодня я считаю что до конца февраля нужно сделать посев обязательно две недели мы даем на всходы ну через месяц она будет примерно такая же и вот если чисто математически то она должна быть вот такого примерно размера 10 июня это как раз когда мы высаживаем в кашпо но учитываем то что математика математикой а природу никто не отменял поэтому те растения которые мы садим позже они развиваются быстрее то есть вот эти 10 дней можно в принципе ими пренебречь 10 дней на всходы я думаю что она будет у меня к концу мая такая но позже сеять уже не получится а мы сможем получить но в лучшем случае вот такой вот кустик если сеять позже и такой кустик зацветет конечно не скоро он будет долго приживаться долго болеть и зацветет не скоро поэтому как бы там со мной не спорили я считаю что петуния это не помидоры она не перерастет и сеять ее можно пораньше если есть возможность досвечивать то сеять можно и в середине февраля и даже в начале февраля кроме того что можно снять с нее черенки если черенки не нужны то просто прищипываем и получаем пышный хорошо развитый кустик к моменту высадки но вот эти маточники конечно я высаживать не буду я с них уже взяла черенки и в грунт у меня пойдут черенки потому что вот такое выращивание это конечно долго и проблематично но сорта получить новые хочется сейчас хочу поговорить о подкормках я показывала у меня есть видео первые подкормки для рассады все растения после пикировки я не поливаю а че поливая через два или три дня и добавляю туда либо корневин либо монофосфат калия со мной пытались спорить но тем не менее я делаю так когда появляется 23 настоящих листочка делаю первую подкормку монофосфатом калия для того чтобы усилить рост и развитие корней маленькие растения особенно если у них ослабленные корни лучше воспринимают подкормку по листу поэтому в этом сезоне я пользуюсь вот таким удобрением плантофит это раз разные формулы вот такой плантофит он бывает и в маленькой фасовки 50 граммовых баночках но поскольку у меня растений много я решила что экономнее будет большие пакеты взять и сделала я вот такой вот простую вещь купила три распылителя и у меня уже стоит готовый раствор вот здесь фосфор здесь калий а здесь азот и когда мне нужно я подошла и побрызгала сейчас я конечно опрыскивать не буду потому что днем никакие опрыскивания не проводятся сейчас еще солнышко но к вечеру их пробрызгаю и еще один момент если вы делаете подкормку по листу вот вы видите у меня растение сейчас достаточно сухие я их в принципе поливаю с поддона я вот так поднимаю один стаканчик сюда наливаю воду я их разделила просто чтобы показать где какие пассивы так они у меня стояли все в куче чтобы было видно степень развития хотя вот эти вот это от партнера тут от садов россии от биотехники и от агро успеха то есть разные фирмы разные старта поэтому и развитие разное наливаю с поддона вот если потрогать то он у меня как бы сверху сухой а внизу то влажный и вот скоро их уже как бы и пересаживать можно но пока корневая система еще не достает до низа сверху можно подпалить корневую систему если где-то переусердствовали если делаем подкормку по листу растение впитывает столько сколько ему нужно этого удобрения и не поливаю для того что вот сейчас туго немножко упал то есть они видно что они листочки слегка подвявшие и когда мы делаем опрыскивание то моментально все это впитывается и буквально на следующий день эти растения уже получили эту подкормку через корень это проходит в течение четырех пяти дней то есть здесь практически моментальная подкормка и вечером я их подкармливаю потом утром я их полью чтобы они набрали тугор и завтра к вечеру уже подкормленные растения я буду черенковать то есть и нижняя часть и верхняя часть получат питание и черенки я буду брать уже с растения которая накормлена сейчас я калием не поливаю потому что вот они сами по себе бутонится но бутоны мне не нужны я их пока еще удаляю это маточники сорта красивые уже неоднократно показывала не буду сейчас доставать пакеты но вот именно то что подкормка по листу и по неполитым растениям тогда она буквально завтра будет уже доставлена во все части растения а полить можно и вечером ничего страшного с ним с этим не случится или утром и здесь вот уже идет огромное количество молодых побегов после предыдущей прищипки поэтому ее можно уже спокойно черенковать кстати чтобы быстрее шло нарастание вот эти старые листочки можно тоже убирать чтобы они не затеняли и не забирали лишнее питание вот если эти старые листочки общипывать периодически то нарастание верхушек будет проходить быстрее это именно для маточников конечно для тех растений которые вы планируете посадить в кашпо там уже формируете по своему усмотрению можно оставить длинные плети можно оставить короткие это зависит и от сорта вот сурфинии они хорошо хорошо ветвятся достаточно длинные у них плети те которые кустовые вот такого плана чтобы они распушились их необходимо прищипывать несмотря на то что они вот сами дают боковые побеги но если мы вот эту макушку сейчас отщипнем то те боковые побеги начнут развиваться гораздо быстрее вот ее я как раз завтра и прищипну вот это вот видно что она уже прищипнутая посмотрите сколько боковых побегов сейчас они у меня уже стоят на окне на юго-западном и подсветка у меня там совсем минимальная то есть практически им уже достаточно дневного света если посеять сегодня то конечно посевы ставлю на подсветку в середине марта их уже можно будет вполне выращивать на подоконнике без дополнительной подсветки и посеянные вот сегодня завтра в конце февраля они будут к началу июня вот такие же полноценные кустики они дохленькие ниточки которые мне предлагают кто-то говорит что сеет в конце марта а некоторые даже сеют в апреле конечно это все возможно но тогда и цветение отодвинется на месяц мне же хочется чтобы к началу дачного сезона я их уже высаживала практически развитыми кустами и с бутонами вот такой у меня сегодня получился обзор может быть вы что-то для себя новое интересное почерпнете но и сроки конечно определяйте сами если вам нужны маточники значит мы их сеем в декабре или даже в ноябре если вам нужны просто хорошо развитые кустики к началу сезона то есть это конец мая начало июня то посев можно делать до конца февраля тогда кустики успеют нарасти мы их успеем прищипнуть даже может быть где-то и через череночки с немножко с них снять но не меньше трех месяцев нужно все-таки для хорошего развития кустика на этом сегодня все с вами была елена и канал женские секреты кому видео было полезным понравилось ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик в правом верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь желаю всем красивых цветов и жду вас снова на своем канале всем удачи до новых встреч